Здравствуйте! В эфире программа «От мечты к реальности» и с вами ее ведущая Василиса Полянская. Моя программа для тех людей, которые стремятся к личностному и духовному росту, о тех людях, которые уже проживают жизнь легендой. И сегодня в гостях у моей программы Нина Фролова, женщина невероятной судьбы, которая преодолела все трудности на пути к своей мечте и пришла к своей жизни, о которой она давно мечтала. Через все трудности. И именно этим я хочу сегодня поделиться с вами, таким удивительным гостем и ее удивительной историей. Нина, здравствуй! Здравствуйте, Василиса! А тема нашего эфира сегодняшнего – «Путь героя в истории одной женщины». Мне хочется поделиться этой историей, чтобы она вдохновляла других, что не надо опускать руки, какие бы трудности в вашей жизни не происходили, все в ваших руках, все преодолимо. Нина, я вспоминаю нашу с тобой встречу два года назад. Ты подошла ко мне и рассказала о своей мечте. И уже удивительным образом через два года ты реализовала свою мечту, несмотря на все трудности, которые были до этого и в течение этих двух лет. И для меня ты настоящая героиня, просто человек-герой. У тебя просто невероятная история, правда. Ты меня очень восхищаешь, ты фантастическая девушка. И я счастлива, что сегодня ты в моей программе, потому что программа о таких людях, как ты, которые уже проживают жизнь легенды. Спасибо, Василиса, большое. Да, я помню нашу встречу. Это было в октябре 2022 года. В юлианном доме «Эстет» на модном показе мы с тобой познакомились. Ты, да, я озвучила, что хочу открыть модельную школу, хочу создать глянцевый журнал. И в течение двух лет с Василисой мы поддерживали связь, где я периодически рассказывала о своих достижениях. И я счастлива оказаться на этой передаче, вот от мечты к реальности, реализовав свою мечту. Василиса, спасибо тебе огромное, я тебе очень благодарна. А я тебе. Мне бы хотелось начать наше интервью с вопроса о маленькой Нине. О чём мечтала Нина в детстве? Мечтала ли она, что она будет в сфере моды, красоты, будет такой яркой, интересной женщиной? Ну, с детства меня всегда манила сцена. С четырёх лет я уже выступала на сцене. Ходила в театральную школу, музыкальную, танцевальную. То есть путь артистки всегда меня привлекал. Но именно моделинг для меня оказался чем-то очень недостижимым, таким нереальным. Я помню, как мама приносила журналы мод. То есть там с сестрой их листали, разглядывали. Вот этих красивых девушек, их дизайнерские образы. Да, с детства зародилась такая мечта. Мы рисовали вместе с сестрой этих моделей, придумывали им образы тоже сами. Но в детстве, конечно же, это была действительно мечта, с чем-то недостижимым. Но по прошествии времени, лет, опыта, по прошествии участия в разных мероприятиях, на сцене, по прошествии, значит, у меня были главные роли в театральных подстановках. То есть к зрелому возрасту моделинг уже не оказался чем-то сложным. Да и я решила попробовать. Замечательно. Вот ты сейчас женщина-индивидуальный предприниматель, педагог, сама модель, основательница модельной школы, глянцевого журнала. Вот как тебе пришла эта идея? Потому что я знаю, что ты до этого вообще другой жизнью жила, и у тебя другие были сферы деятельности. А тут прям вот ты ворвалась, что называется, в модную индустрию, и теперь создаешь такой прекрасный проект. Первые мысли появились, когда старшей дочери было 7 лет. Она очень похорошела, у нее были длинные волосы, значит, красивые, милые личики, стройная фигура. Да и глядя на ребенка, у меня были мысли, чтобы отдать ее в модельную школу. У меня такой возможности не было, возить ее тоже в Москву как бы тоже не было такой возможности, в шатуре модельных школ не было, но ей такая зародилась. А я знаю, что ты назвала свою модельную школу именами своих дочерей. Да, я мама двоих детей, старшая Анастасия, младшая Екатерина. Да, и глянцевый журнал у тебя так называется. Да, одноименные названия, да, глянцевый журнал тоже Анастасия и Екатерина. Замечательно. Я думаю, для девочек это вообще такая гордость, такая мама, и что мама такая смелая и создает такие классные, интересные вещи проекта. А вот на пути твоего такого творческого, да, по сути, создания школы, журнала у тебя были люди, которые тебя поддерживали или, может быть, вдохновляли, или наоборот были те, кто тебе мешали? Ну, вдохновляли. Конечно же, повлияло окружение, в котором я оказалась в тот момент, в момент, когда я действительно решилась на создание. Это, конечно же, более зрелые люди, опытные, которые видели меня со стороны, видели мое стремление, внутренний стержень, которые подсказали, что, Нина, попробуй себя, значит, в этой сфере. Вот как бы мы видим, что это твое. Ну, и вот я решилась. То есть, послушав советы, я решилась. Ну, на самом деле, для каждого человека в начале пути нужны единомышленники, люди, которые в тебя верят, и тебе действительно повезло, тебя окружают замечательные люди, которые в тебя верят. Да? Ну, да. Мои близкие, родные, подруги, да, хорошие знакомые, которые на протяжении длительного времени со мной. Ну, ты можно сказать сегодня спасибо. Благодарна всем своим родным, друзьям, знакомым, да, которые меня поддерживали в этот непростой период времени. А почему для тебя было важно создать эту модельную школу и это еще и назвать в честь дочерей? Так получилось, что дети оказались не со мной, ты, ну, я осталась одна. Так сложились обстоятельства. И в этот самый момент я подумала, то есть, что мне такого сделать, чтобы как бы, ну, и себя реализовать, так как это была моя мечта. И в то же время, чтобы это повлияло как-то на мою ситуацию с детьми в положительном ключе. Да и я вдруг вспомнила про модельную школу, что это действительно будет актуально, то есть это мое призвание, во-первых. Во-вторых, это будет гордостью для моих дочерей в перспективе, возможно, это тоже приведет их в этот бизнес, что он станет семейный, да, что они тоже будут модельными. Ну, вот как-то так. Здорово. Ну и, по сути, ты уже накопила на сегодняшний день большой багаж, опыт, и у тебя большое сердце, и есть что отдать. И ты, по сути, сейчас и педагог, и наставник для тех, кто приходит обучаться в твою школу. Ну, замысел именно такой, то есть школа создавалась именно с наставничеством. То есть ученики, которые приходят ко мне, они со мной остаются и продолжают путь модели до тех пор, пока они не реализуют себя, то есть путь от ученика к мастеру, чтобы они реализовали свои мечты. Да, и, по сути, это тоже воспитывает в них определенные качества, да, и отношения к себе, они как-то меняются. Ну, самооценку, самовыжение, самооценку, внутреннее чувство уверенности. Здорово. Я знаю, что ты творчески подошла к теме создания логотипа, да, бренда школы, Анастасия и Екатерина, и у нас, кстати, есть фотография твоего логотипа. Внимание на экран. Расскажи нам, пожалуйста, немножко о создании такого логотипа. Какие смыслы ты заложила сюда? Ну, название состоит из имен дочерей, заглавные буквы Анастасии и заглавные буквы Екатерины. Буква А находится выше, что символизирует, что Анастасия старшая. Вот буква Е находится ниже, что символизирует о том, что Екатерина младшая. Исполнение цветовой гаммы разное, потому что девочки разные по характеру, но все же как бы близки, так как сестры. Использован дизайнерский шрифт, в буквах цветочки, что символизирует о том, что дети – это цветы жизни, что присущие женщине и нежности, поэтому вот были выбраны цветы. Я знаю, что у тебя очень хороший лозунг твоей школы. Да. Я думаю, зрителям будет интересно. Лозунг школы «Меняя себя, меняешь мир». Да. Он имеет два смысла. Первый – это самое поверхностное, меняя себя внешне, да, мы вызываем восторг, да, у окружающих. То есть мы поменялись в лучшую сторону, стали прекрасными, да и все смотрят на нас, тоже хотят преобразиться. Ну и внутренний смысл, что, сделав какое-то дело, да, сподвигнуть других, чтобы они тоже захотели что-то сделать полезного для общества. Да, замечательно. Мне очень нравится, вот когда мы соединяем в нашей деятельности и глубину, да, такой внутренний смысл и духовный смысл, и в то же время внешнюю историю про красоту, да, восхищение. А ты можешь рассказать о том, как ты реализовывала проект, с чего ты начала реализацию создания школы? Потому что я знаю, что это очень непросто, и я в восхищении. Я, честно говоря, даже не представляла, что ты так быстро реализуешь это. Когда мы с тобой разговаривали, еще это была только, знаешь, такая мечта, вдохновение от всей этой красоты, от модельной индустрии, от моды, от общения с дизайнерами, стилистами. И тут раз ты человек, который, ну просто ты же одна это все делала. Вот как ты это реализовывала? Это фантастика. Я говорю, у меня мурашки идут. Вот, ну сначала я закончила международную модельную школу, стала реализовывать себя как модель, то есть нужно было самой попробовать, что это такое. Потом, значит, ну занимаясь частным репетиторством, одна из моих клиенток сподвигла меня на получение лицензии. Они переезжали, ну покидали Россию, переезжали жить в Китай. И им нужно было там реализовать мат-капитал, и говорят, давай, у тебя там все есть, и педагогика открыта, давай, как бы, ну в общем, получая лицензию. Через людей тебя прямо подтолкнули к этому. Да, а на тот момент подруга говорит, что там освободилось очень хорошее помещение. Ну это как-то, знаете, вот одномоментно все это было, то есть таким разбегом как-то месяц-полтора, то есть практически вот как ручей, и одно из другого вытекало. Говорит, помещение, ты как раз оно подходило по требованию распотребнадзора, чтобы там как раз и организовать школу. И обдумав, я решилась, да, попробовать сделать школу. Конечно, мат-капитал мы не успели использовать, потому что получение лицензии затянулось надолго, но я уже уверенно шла к своей цели. Я знаю, что у тебя еще произошло важное в твоей жизни знакомство с дизайнером Викторией Белоус. Да. Она тоже сыграла какую-то роль в этом. Да, Виктория Белоус, которой я очень благодарна, она ввела меня в свое окружение, познакомилась с дизайнерами, где у меня появились знакомства, партнерские отношения и совместные проекты. Да, я так поняла, что у тебя и дизайнеры, и визажисты, и стилисты, и фотографы там, да? Да. Поняла. Насколько я знаю, у тебя индивидуальный подход. Да, занятия именно индивидуальные, потому что у меня наставничество. Именно направлено на то, чтобы из ученика получился мастер. Поэтому, да, я решила, что занятия будут именно индивидуальные. И с прицелом на то, чтобы в дальнейшем девочки уже развивались в модельном бизнесе, правильно я понимаю? Да. У школы есть определенная типажность, типажность на фигуру, типажность на внешность. Есть требования к первоначальному образованию, то есть это ощущали ли дети какие-то театральные кружки, музыкальные школы, танцевальные. Еще я хотела бы тоже, внимание на экран, показать, как выглядит диплом об образовании, которое ты выдаешь. И получается, в конце обучения они, девочки, получают такой диплом. У нас даже две фотографии есть. Ну да, обложка выполнена в цветовой гамме буквы А, внутренняя с использованием цвета буква Е. И была изготовлена печать для документов, специально для диплома. Вот вспоминая моменты вручения дипломов, что на выходе получили девочки, помимо диплома? Это самое главное, что они получили от тебя, как от наставника? И какие вообще отзывы и от детей, и от родителей? И вот что греет твою душу? Ну, конечно же, как бы вспоминая, какие дети пришли, да, подростками, где-то, может быть, неуверенными, где-то там с чрезмерными амбициями, да, конечно, на выходе уже это повзрослевшие. Повзрослевшие, прежде всего, в плане собственного развития. Конечно же, они стали другими, пройдя мою школу. Более спокойными, более уверенными в себе, более самодостаточными, то есть реализовав себя, почувствовав свои силы, внутреннюю уверенность, да, они преобразились, они стали прекрасными и счастливыми. А что говорят мамы? Они, может быть, тоже теперь хотят быть моделями? Ты не думала об этом? Нет, родители довольны, так как у меня в школе же еще есть журнал, и журнал в том числе и печатный. У нас есть, кстати, фотография. Да, помимо того, что школа выдает диплом, еще есть корпоративный журнал, который тоже родители очень рады получить в подарок. Ага, вот так. Как результат работы своих детей. Почему ты решила все-таки создать такой журнал? Я знаю, что это очень непростая история, и ты в это пошла, и школу создала, и глянцевый журнал в наше непростое время. Идея о глянцевом журнале пришла уже позже. То есть уже в момент создания школы я подумала о том, что хорошо было бы, если бы у школы был свой глянцевый журнал, где мои ученики могли бы оттачивать мастерство, периодически публикуясь. И журнал с таким же одноименным названием «Имена дочерей русские», что будет воспитывать патриотизм. Журнал о российских дизайнерах. Но изначально концепция была такая, что журнал я хотела издавать раз в квартал, публиковать там российских дизайнеров, своих учеников моделей, и делать еще какие-то колонки, что-то актуальное о моде, в сфере косметики, в сфере одежды, какие-то еще интересные колонки. Но когда я приступила вплотную к выполнению первого номера, я поняла, что это просто нереально. То есть это нужно иметь целую редакцию свою. Понятно. Потому что это очень сложно технически. Я столкнулась с тем, что не все типографии в Москве вообще, в принципе, изготавливают журнал. Нужны очень качественные фотографии именно с фотосессий студийных. Есть сложности с бумагой, с передачей цвета, со сроками выпуска журнала. И потом я решила, что журнал все-таки должен быть. И я его упростила, оставив только там основную мысль, что в нем будут российские дизайнеры и мои модели. А вот по ходу создания журнала еще какие были трудности? Потому что есть люди, которые тоже мечтают о создании журнала, и твой опыт может быть для них интересен и полезен. По поводу того, как вообще, что ты можешь сказать, вдохновила бы других людей, сказала бы, что да, ребята, давайте создавайте глянцевый журнал. Или наоборот бы отговорила. Но если сравнивать школу и журнал, то школу было сделать проще. А вот так же. Нужно пройти непростой путь регистрации. Позвольте госпошлины, которые еще зависят от процента рекламы, помещаемой в журнал. Да, то есть есть нюансы как бы. А как можно в интернете найти твою модельную школу и твой глянцевый журнал? На сайте школы. А как называется? Ну, можно найти в поисковике либо модельная школа Анастасии Екатерина, либо модель школы РФ. Замечательно. Вот поделись, пожалуйста, какие осознания пришли к тебе, когда ты создала школу, уже прошло два года. Вот есть что-то, что ты вот, ну естественно, я думаю, два года назад ты не представляла, через что ты будешь проходить, правильно? Вот какие сейчас у тебя осознания, какие ты выводы сделала два года спустя? Ну, нужно не бояться. Если что-то задумал и очень сильно этого хотеть, нужно не бояться и пробовать. Да, конечно, сделав продукцию, да, нужно обернуться и посмотреть, сделать выводы. То есть может что-то нужно улучшить, вот, может оставить так, как есть. То есть да, я обернулась, я посмотрела, выделила плюсы, выделила минусы, значит, наметила пути дальнейшего развития. И, ну, я бы посоветовала не бояться реализовывать свои мечты. Ну вот тебе было сложно одной? И дальше ты будешь одна двигаться или всё-таки для тебя важна команда? Ну, я бы не сказала, что я одна прям всё это делала, да. Конечно, идея моя, я главный её реализатор, но, конечно, у меня были помощники. Там, помощники по бухгалтерии, помощники там, по фото, видео, по мастер-классам, по дизайнеру, с которым я сотрудничаю, с которыми у нас совместные проекты. Кто сайт сделал, конечно, то есть трудилась целая команда, особенно на создание журнала. И да, мне хотелось бы поблагодарить дизайнеров, с которыми я сотрудничаю. Это Ольга Трубехова, дизайнер одежды, Татьяна Суходоева. Я даже знаю, что ты часто бываешь в их образах, и сегодня ты тоже в образе этого дизайна. Да, и сегодня я пришла в платье Ольги Трубеховой, весенней коллекции, чёрное, белое, красное. В украшениях это серьги и комплект ремней асимметричной формы коллекции Сэндаль, дизайнера украшений Татьяны Суходоевой. Очень благодарна Виктории Белоус, дизайнеру, модному дому Ольге Стопчевой. Ты всем, с кем я сотрудничаю, кто меня поддерживал. О чём ты мечтаешь сейчас? Мне вообще хотелось бы, чтобы моя школа имела дальнейшее развитие, и журнал, выйти на уровень Российской Федерации, чтобы мои модели имели возможность ездить на мероприятия по всей России, и чтобы ученики из других регионов тоже учились в моей школе. Замечательно. А в чём ты видишь свою миссию? Миссию я вижу, наверное, в том, чтобы показать пример, что столкнувшись с трудностями, вот ещё хотелось бы, да, наверное, о них сказать, что, наверное, сказать о трудностях, да, что школу я начала именно в тот период, когда дети оказались не со мной, так сложились обстоятельства, что судьба нас разлучила, и вот уже пять лет, как бы, я не имею возможности, вот, как бы быть с ними. Вот, и оставшись одной, то есть я подумала, а что мне такого сделать, что мне такого сделать, чтобы, как бы, и дело в том числе могло повлиять на мою ситуацию с детьми в положительном ключе, чтобы дети, позарослев, задались вопросом, да, как всё было, вот, и чтобы они захотели прийти ко мне и спросить это, потому что реальность отличается, да, мама красивая, мама умная, мама успешная, и в очень сложном эмоциональном состоянии оставшись, да, я решилась, значит, попробовать. Если со школы это всё-таки я, работая педагогом, понимала, что будет успех, то журнал — это прям стопроцентный риск, да, потому что его нужно ещё вывести на развитие, продвижение, возможно, довести до того наполнения, которое я хотела изначально, да, подключить вот другие колонки, чтобы он был более интересным, разнообразным, читаемым. И я вижу миссию в том, чтобы показать пример другим людям своей истории, такой непростой, истории успеха, истории победы, в том, что я взяла себя в руки и совладала со своими эмоциями и поднялась над этой ситуацией. Да, молодец. Ты вот эту энергию направила на реализацию и создала свою миссию. Это замечательно. А вот оглядываясь назад, вспомним с тобой точку начала твоего пути, точку А. И сейчас, вот смотря на себя, как ты можешь оценить, что тебе помогло, какие твои сильные качества, черты характера помогли тебе всё-таки не остаться в этом негативе, в депрессии, потому что ты столкнулась, конечно, с нечеловеческими трудностями. Не каждый человек это всё проживёт и вырвется. И вот как ты сейчас думаешь, какая такая сила внутри тебя, какие твои черты характера позволили тебе всё это преодолеть? И вот реализовать свою мечту? Ну, была точка опустошения. Реализовав мечту, я пришла к точке полного наполнения. Внутреннего, прежде всего, самоуважение, качество. Ну, наверное, первое – это дисциплина. Если бы её нету, то трудно чего-то добиться. Умение довести дело до конца. Честность, благодарность. Вот, наверное, такие качества. Ну, здорово. А мне кажется, ещё и, наверное, всё-таки любовь ещё, что в тебе есть такое сердце любящее, потому что работать с детьми – это непросто. Нужно быть человеком, который наполнен внутри любовью, потому что дети это очень хорошо чувствуют. Если бы ты оставалась в негативном состоянии, ты не смогла бы работать с детьми и не было бы таких результатов. Я понимаю, что вот этот путь позволил тебе, наверное, найти себя, своё призвание. Можно так сказать? Это всё-таки, наверное, был путь поиска себя, потому что, насколько я знаю, у тебя были годы в браке, рождении детей, и ты довольно рано, как и я, вышла замуж. И тут, по сути, нужно было заново создавать саму себя, искать себя. И как ты сейчас оцениваешь? Это твой уже путь, путь твоего призвания? Как тебе кажется? Да, я ощущаю, что это путь моего призвания. Замечательно. Потому что я, слушая тебя и вспоминая, через что тоже мне пришлось пройти, как и многим женщинам в России, и справилась с теми негативными историями, с трудностями, которые были на моём пути, и поняла, что единственный выход из негативных сценариев – это путь света и любви, и путь служения другим людям. И как сейчас я вижу то, что ты делаешь, это и служение другим людям. Я хотела сделать ещё пользу обществу, то есть это такое многогранное дело, которое развивает и меня как Личность, и несёт ещё пользу обществу, потому что я несу пользу другим детям. Когда ты шла через поиски, чем же тебе заняться, ты сказала, что ты пошла, отучилась на модель сама. Да. Как это произошло? Первое образование у меня техническое, я в молодости пыталась реализовать себя в этой сфере, потом вышла замуж, было два декрета, рождение двоих дочек, потом 10 лет тяжёлого развода, у меня просто не было возможности, потому что бы я состоялась в карьере. И потом, по сложившимся обстоятельствам, когда я осталась уже одна, я решила попробовать реализовать свою мечту. Ну вот, когда женщина, уже взрослая, идёт в моделинг, с какими страхами, преградами она сталкивается на пути? Я знаю, просто в моём окружении есть девушки за 30, которым это будет очень интересно узнать. Поделись, пожалуйста. Были какие-то страхи, что вот, уже там поздно, мне там не 17, или не было такого? Не было такого. Не было, да? Не было такого. Ну ты вообще бесстрашная девушка. Такого не было. На фотографии ты действительно женщина, ну, не знаю, в самом расцвете сил, победительница. Ты там герой, победительница, правда? Ну я там в гармонии с собой. Там прям вот, наверное, может быть мне видно, я не знаю, видно ли это со стороны. Я там нахожусь в гармонии с собой, то есть и внешне, и внутренне. У меня там горят глаза. То есть я достигла чувства внутреннего наполнения, реализации себя, как в профессии. Да, то есть действительно победительница. Замечательно. У тебя, вот, а как реагируют сейчас на тебя окружающие люди? Потому что, я думаю, были и те, кто просто наблюдали, а получится, не получится, а тут у нее получилось. Вот какие были реакции у людей? Когда я делала лицензию, из соседних офисов говорили, что у нас бы не хватило уже терпения. Вот так. Вот что уже бросили бы это дело. Сколько времени ты делала лицензию? Восемь месяцев. О боже. Мне бы точно не хватило. Фантастика. Восемь месяцев. Это только получение лицензии. А были те, которые подходили, например, и говорили, что, ой, Нина, надо же, у тебя получилось, я тоже так хочу. Ну, была у меня одна знакомая. Да? Уже после презентации глянцевого журнала позвонила мне, выразила свои эмоции, восхищение и сказала, что, ну, хотела бы, возможно, стать дизайнером. То есть, что бы я посоветовала ей для этого сделать? Я сказала, что, ну, прежде всего, надо обучиться, так как она работает в госслужбе. В этом направлении у нее образования нет. Потом, ну, создать коллекцию, нарисовать, шить, презентовать ее, где-то поучаствовать на каких-то модных показах. Ну, и плюс-минус 2-3 года, на что она сказала, что вряд ли будет это делать. То есть, человек опустил руки уже на том этапе, когда нужно было учиться. Все. То есть, как бы и дальнейшее объяснение, что нужно взять помещение в аренду, нужно, значит, купить какое-то швейное оборудование, нужно закупить ткани и так далее. Вот, человек подумал, сказал, ну, нет, как бы. Ну, видишь, значит, тебя отличает то, что у тебя была сильная мотивация, решимость, да? Потому что ты же лицензию делала 8 месяцев, а не сказала, ой, зачем мне это надо, не буду это делать. Придумай что-нибудь себе другое, да? Да, я думаю, моя история больше для тех людей, которые оказались в каких-то сложных ситуациях, потому что здесь важность в чем? Именно в мотивации. То есть, насколько сделать или не сделать дело повлияет на жизнь, вообще на дальнейшую судьбу. Вот, и, конечно, от этого зависит результат. То есть, делать вопреки, несмотря ни на что, или же подумать, подумать, а, да, вроде и так все устраивает, не буду делать. Да, да. Вот, и я хочу больше вдохновлять именно тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, которые уже опустили руки, чтобы они не сдавались, боролись. Боролись, прежде всего, за себя, за свое счастье. О, как хорошо ты сказала. Да, боролись за себя, за свое счастье. Глубоко. Да, вот чувствуется прожитый опыт, знаешь. Не просто из головы ты говоришь об этом, а из души, изнутри, да, выстраданный опыт. В завершении нашей программы я хотела бы узнать, каким девизом ты руководствуешься по жизни, и что бы ты хотела сказать нашим зрителям, которые, я надеюсь, уже поняли, какой ты удивительный, уникальный человек, и будут рады получить этот опыт у тебя, эту мудрость. И твой секрет, по сути, девиз, и секрет твоего успеха. Ну, я бы посоветовала не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Нет предела совершенства. И какой я сделал самый большой вывод, что я не могу повлиять на других людей, но я могу сделать то, что я могу сделать. И только я могу сделать себя счастливой, несмотря ни на что, несмотря ни на кого. И никто не может повлиять на меня, если я очень хочу реализовать свою мечту, свои цели. Нина, я благодарю тебя от души за это замечательное интервью, за твою красоту и внешнюю, и твоего сердца, за этот опыт, которым ты поделилась с нами сегодня. И я буду с нетерпением ждать следующих новых интересных шагов в твоей жизни, успехов твоих моделей. И я очень хочу, чтобы ты была счастлива и как женщина, и как профессионал. Спасибо большое, Василиса. Благодарю тебя. Благодарна. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова